Всем привет! В это замечательное и на редкость солнечное утро я веду свой репортаж из самого сердца Латвии, города Рига. И сегодня мы решили проверить, разбираются ли взрослые люди в том, в чем, как говорится, шарит молодежь. И наоборот. Настроен нас боевой, так что поехали! Кто написал «Мертвые души»? «Мертвые души» написал... Кто «Мертвые души» написал? Я вообще не знаю. Я не читала такого даже. Не знаю. Достоевский. Не знаю. Нет, Гоголь, 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 да, он такой, я помню. Я знал. Гоголь. 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 Гоголь, конечно. Кто измеряется в Фаренгейтах? Не знаю. Не знаю. Я первый раз слышу, что это такое. По погоду? Ну, градус. Ну, температура. Градус, температура. Температура. Температура? Температура воздуха. Температура. Какова температура кипения воды? 50 градусов. 7? 7 градусов? 35 градусов. Нет, не знаю я. На ночь не рассказывай. 100 градусов Цельсия. 100 градусов. Сто градусов. Сто градусов. Сто градусов. Сто градусов по Цельсию. Кто такие Молотов и Риббентроп? Ну, ты сейчас понятия. Предположения, нет? Люди. Да, ну какие? Заслуга их в истории какая? Не знаю. Почему я не записывала тогда по истории? Какие-то герои. Может, они отвечают, не позорятся. Пакт Молотова и Риббентропа заключили, в общем, чтобы не нападали страны друг на друга. Между Германией и СССР. Это там чуваки, которые подписали пакт. Короче, что-то там с Второй мировой. Они договор заключали перед войной, перед Второй мировой. По поводу мирного якобы договора или раздела стран. Политические деятели немецкой и советской стороны, которые заключили между собой акт о ненападении между двух этих стран. Арли, это министр, как сейчас переведут. Они подписали хорошо. Мне трудно теперь вспомнить должность. Все международные вопросы решались через Вячеслава Молотова. Известен был на Западе как мистер Ноу, потому что я всегда говорил «нет». Сколько заповедей в Библии? 12 заповедей. Дофига, наверное, я не знаю. Кто Библию сейчас не читает? Ну, мы не читаем. Основных? 12. 10. 10. Много. Но главное знать не сколько, а какие. Первые три относятся к отношению к Богу, семь – отношению к человеку. Я сейчас скажу фразу, и вам нужно будет ее продолжить, да? Я имею пен и книжечку. Я имею пенцель. Я имею пен. Я имею аппель. А, аппель пен. Я имею пен. Я имею аппель! Все. Что такое вписка? Вписка? А что? Понятия не имею. Не знаю. Вписка? Нет. Ну, когда ты куда-то вписываешься в куполе. Это тусовки. Там, где собираются девушки и парни, бухают. Человек приглашает себе на хату, так сказать, девушек каких-нибудь. Бухло вот это вот все там. Когда на квартиру залетают куча чуваков и бухают. Когда заезжает какой-то человек в какое-то общежитие, допустим, ну, это как бы тусовочка, которая посвящена этому событию. Чем заключается искусство тверка? Искусство? Искусство с чего? Тверка. Тверка? Даже не знаю. Нет, не знаю. Танцевать, что ли, что-то. Трясти заодно. Современный танец, он, типа, который посвящен тому, что... В течение... Женщины, а, возможно, и мужчины вулками, поворачиваются спиной к зрителям. На камеру. И начинают. Жопой трясешь, и все. Просто трясти. А чем? Хопой. Жалко, что показать нельзя, я показал. Кого можно назвать шкурой? Шкура. Шкура – это плохой человек. Предатель. Может, что он плохое делает. Ну, наверное, по аналогии с продажной шкуренок, да? Очень плохую женщину. Девушку, которая... Ну, короче, изменяла тебе или что-то такое. Имеет парня и при этом имеет много друзей, мальчиков, так сказать. Человека с плохой репутацией. Это точно. Девушку легкого поведения. Дрянь. Девушку непристойного поведения. Шлюха. Кто такой пикап-мастер? Пикап-мастер? Пикап – это машина, что ли? А, это тот, который может подцепить девушек. Пикап-мастер? Детка. Номер телефона можно? Пикап-мастер – человек, который... Типа, типа, может запикапить любую девушку. Очень искусно. Ну, который подходит ко всем, такой, здрасте. Подкатывает к девушкам. Тот, кто может подкачать к любой женщине. С ними знакомиться легко. Мужчина без комплексов, который не стесняется подходить и знакомиться. Находит общий язык и чувак, который цепляет телок. Знакомиться. Просто знакомиться, да. Пикап-мастер, который очень круто пикапит девушек. Вот так, да, да. Вот так, просто мастерский пикап. Как правильно дебить? Дебить. Дебить? Не знаю. А что это дебить? Не знаю. Что это такое? Вообще не знаю, нет, я не знаю, о чем вы говорите. Я знаю, есть кредит и дебить, да, да. Опа. Типа, снюхивание кокаина, да. Это от наркоманов произошло, они кокаин нюхают с локтя. А как думаете вы, что знать важнее?